Агрень наступает, радость близка. Вот светит первая свеча, Пророк возвещает людям миру. Путь приготовьте Господу, Радуйтесь, люди, воспойте всех, Богу честь на земле. Радуйтесь, люди, воспойте всех, Богу честь на земле. Ну вот, дети, у нас начинается красивое время Адвента. И вот такие, дорогие дети, скажите мне, пожалуйста, что у нас на улице? А, снег. Снег, да, у нас снег лежит. Значит, скоро будет красивый и большой праздник Рождество. Ну, перед Рождеством у нас есть красивое время Адвента. Сетра Мария, а можно я расскажу вам про венок? Ну, хорошо, расскажи нам. Вот смотрите, дети, это такой Адвентский венок. Он делается из ёлочных веточек, потому что зима, и пахнет зимой. А посмотрите, сколько здесь свечит? Четыре. Какая это? Один. Два. Два. Так. Три. Так. Четыре. Четыре. Вот, посмотрите, на Адвентском венке есть четыре свечки. И она говорит о том, что четыре недели перед Рождеством, большой-большой праздник. И мы должны теперь постараться приготовиться к этому большому празднику. Но сегодня мы только зажгли одну свечку, потому что сегодня только первое воскресенье. От Адвента. Ну, молодец, Михаил, ты хорошо рассказал нам про Адвентский венок. Как вы думаете, дети? Нет. Наш Иисус Христос родился маленьким ребёнком. Маленький. И родился он в городке Вифлееме. Это был маленький городишко. Но каждый из вас справляет свой день рождения. А как вы думаете, а Иисус справляет свой день рождения? Да. Конечно. И мы все-все-все справляем торжественно день рождения Иисуса Христа, моего Спасителя. Потому что Он мой Спаситель. И каждый год мы это делаем. Когда начинается зима, падает снег, и мы все выставляем такие красивые дюймки и готовимся к нашему празднику Рождества Иисуса Христа. Ну, как вы думаете, когда к вам приходят на день рождения, вы хотите какой-нибудь подарок? Да. Да. А как вы думаете, а Иисус ждёт от нас какой-нибудь подарок? И скоро будет Его Рождество. Да. Да. А как мы приготовим подарок? Вот так. Вот так. Давайте, дети, подумаем, как мы сможем сделать добрые дела. Ведь Иисус Христос, Он ждёт такого подарка, это наши добрые сердца. И чем больше мы постараемся сделать добрые дела, мы больше будем радовать Иисуса. Можно, например, тоже помочь маме и папе. Да. Да. Например, маме помочь убрать посуду после ужина. Ну, в принципе, мы сами убираем после себя. Ну, мы уже большие, можем помочь маме. Также мы можем убрать свои игрушки. Ну, в принципе, мы тоже должны сами за собой убирать. Ну, как вы думаете, мама и папа будут очень рады этому? Да. Конечно. Но также и будет рад сам Иисус. Он видит, что вы становитесь всё добрее и послушнее. Также мы можем слушаться и маму, и папу, и также своих воспитателей. Ну, и также будем смотреть, что мы можем сделать доброе, чтобы наше сердце к празднику Рождества было готово и имело много добрых дел, чтобы подарить Иисусу. Ну, теперь давайте подумаем, какой мы сделаем подарок для Иисуса. Какие добрые дела мы сделали. Так что началось красивое время Адвента. Это очень радостное ожидание Иисуса. А к вам, молодые зрители, маленькие дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, мы тоже вам хотим пожелать радостного ожидания Спасителя. И, конечно, постарайтесь в своих домах делать много-много добрых дел, которые очень помогут приготовить наши сердца к рождению Иисуса Христа именно в наших сердцах. Субтитры подогнал «Симон»